Зовут меня Максим и я нахожусь сейчас в Center of Excellence Solutions, работаю там архитектором и бывает сталкиваюсь с разными вещами, которые в принципе относятся к DevOps области, поэтому об одной из таких вещей я хотел бы вам рассказать сегодня. И дойдем мы до нее не сразу, а через несколько слайдов. В планах у меня немножко поговорить про то, что такое инфраструктура как код. Я думаю, что все это знают, но я повторю это со своей точки зрения, поскольку она может отличаться. Расскажу вам, что такое AWS CDK, зачем он может быть нужен и нужен ли он вообще. И я думаю, что большую часть презентации будут оставлять демки. Начать я бы хотел с того, что у нас существует такая штука как Continuous Delivery, Continuous Integration, Continuous Deployment. Я провожу много интервью, люди очень часто все это путают. Continuous Integration знают почти все, что такое Continuous Delivery и Continuous Deployment, мало кто из инженеров знает. Чаще говорят, ну это куда-нибудь установка чего-нибудь, ну это отлично. Но это только часть ответа. Добобсы знают, что такое Continuous Delivery, я надеюсь. И что разница между Delivery и Deployment, это по факту автоматически ли у вас попадают изменения на Production или нет. В чем бонус всего этого дела? Это, во-первых, каждый релиз очень маленький, меньше себе несет риска, быстрее попадает на... Фичи быстрее попадают на рынок. Все это покрыто в идеале тестами и за счет этого предположительно растет качество продукта. Ну, такой плюс-минус. Кроме того, частые релизы, по идее, обходятся дешевле за счет того, что процесс автоматизирован и не нужен релиз инженер на целую неделю, который все это будет собирать, интегрировать, устанавливать. Сам процесс позволяет интегрировать в него такие штуки, как, например, A-B-тестинг и другие фичи, чтобы получить фидбэк от юзеров как можно скорее. Пользуются они этой фичей, не пользуются. Важная она или они, может быть, несчастны от того, что вы поменяли дизайн опять в восьмой раз. Ну, и кроме того, это хорошо влияет на команды, поскольку команда уже не видит релиз как такую опасную штуку. Вечером в пятницу надо все выкатить, все упадет опять сидеть, все выходные. И, кроме того, люди видят результаты своей работы на продакшене, и это их мотивирует, это прикольно. В основном весь этот процесс может быть применен ко всем типам приложений, но особенно важно это становится, когда мы начинаем работать с клаудом и клауд-ресурсами. Сервисов там сейчас расплодилось довольно много, и управлять ими становится сложнее и сложнее. Что такое инфраструктура вообще? В целом приложение можно представить себе как состоящее из частей, из самокода, из данных и из инфраструктуры, которая хостит код и данные. И существовать без инфраструктуры приложение само собой не может. Задача управления инфраструктурой – это довольно сложная штука. И было бы хорошо, если бы можно было предвидеть какие-то изменения, которые происходят, как они повлияют на энвайронменты, которые у нас есть. Типичная схема – это DevTest, Stage Production. Как предсказать, не завалится ли прод в результате выпуска новой фичи? Хотелось бы, чтобы все это было повторяемо, то есть не нужно было сидеть руками, перенастраивать каждый энв для каждой новой фичи. Было бы идеально, если бы можно было использовать готовые тулы, которые используют инженеры для кода. Ну и если вам нужны новые инвайронменты, было бы отлично, если бы не надо было делать их вручную, а можно было бы нажать кнопочку и получить результат. Что мы можем сделать с этим делом? Первый подход – это, и исторически он первый, это вручную. Вручную – это очень просто. Идешь в AWS консоль, накликиваешь себе виртуалок, например. Это неповторяемо, то есть ты накликал один раз, в следующий раз ты, скорее всего, что-нибудь забудешь и накликаешь по-другому. Отсюда всякие ошибки, человеческий фактор. И это довольно долго. В итоге команда приходит к тому, что у них есть такой специальный документ в Word, по которому нужно пройтись по шагам, сделать все шаги, чтобы успешно выкатить релиз. Я когда-то работал в командах, которые это делали. Можно сделать лучше. Можно это все попробовать автоматизировать. Какие-нибудь Ruby, Python, PowerShell, чем угодно. Но тут возникают другие проблемы. Кучу скриптов довольно сложно менеджить, сложно управлять зависимостями между ними. Теперь нам хочется, чтобы были какие-то роу-беки. То есть, если что-то пошло не так, как откатить обратно? Не ходить же опять вручную. Потом, как узнать, готов ли ресурс, который вы провижените? Это на самом деле нетривиальная вещь. И с скриптом понадобится дополнительное усилие, чтобы это узнать. Если API, конечно, позволяет. И насчет API. Что делать, если API, которым вы провижите ресурсы, падает? Тоже непонятно. В случае с AWS, я буду фокусироваться на AWS в основном, поскольку мы будем говорить о AWS CDK. У AWS есть API, которым можно пользоваться. И есть целая куча тулов, которые на этом построены. Можно скриптовать. Но можно тоже, еще лучше. Есть такой подход, как декларативное описание ресурсов. В случае с AWS это CloudFormation, есть еще Terraform, CloudAgnostic. И эта штука, это описание, что мы хотим в итоге получить. То есть описание состояния, которое нам нужно. Это довольно легко автоматизируется, повторять от environment к environment легко. Но есть и недостатки. Из недостатков, в частности у CloudFormation, это довольно сложный синтаксис. Темплейты насчитывают сотни тысяч строк. Нет абстракций. То есть, если вы хотите запровиженить несколько виртуалок, Ctrl-C, Ctrl-V, ваш друг. Ну и иногда бывает слишком много деталей. То есть, какие-то вещи по умолчанию, которые вы бы хотели применять везде в своих темплейтах, вы вынуждены тоже их копировать. Что касается CloudFormation. CloudFormation сам по себе это YAML и JSON. Изначально это были только JSON-темплейты, позже добавился YAML. Декларативный означает то, что вы описываете, какое состояние вы хотите в клауде получить. И, в принципе, CloudFormation имеет несколько возможностей по его расширению. Это трансформации, так называемые. Изначально CloudFormation был выпущен с Include и Serverless Application Model. Ну, вернее, они были добавлены позднее, но после того, как сам CloudFormation появился. И относительно недавно вышла новая фича, это макросы. Я не помню, буду ли я про нее рассказывать или нет. И это добавляет немного императивного в сам CloudFormation. То есть, кроме описания, что мы хотим получить, мы можем делать какие-то ссылки, запускать какие-то скрипты. Например, вот есть возможность запустить скрипт при создании виртуалки и что-то там настроить через UserData. Есть функции, которыми мы можем запускать что-то. Как тут рисовать в этой штуке? Это можно или нет? Хрень, нельзя. Нельзя, нельзя. В общем, Fun Intrinsic Functions они называются. И можно с помощью этих функций ссылаться на что-то, делать какие-то простейшие преобразования данных. Вот здесь Function Join. А мой курсор видно хотя бы? Он ездит? Да. Да, круто. Ну, это вот тоже не очень достаточно. Выглядит как костыли, если честно. Позже добавились Include Transform и Serverless Application Module. Что такое Include? Это возможность включать куски темплейтов. Позволяет немножко избавиться от дубликации, от копипасты везде. Serverless Application Module – это такой костыль, который позволяет деплоить лямбды вместе с темплейтами. Но, честно говоря, выглядит тоже не очень убеждающе. Получается, что вам нужно деплоить отдельно, залить куда-то в S3 лямбду, потом указать, где она, либо нету в общем способа запаковать все это в один какой-то пакет. И используемый, положить в Source Control и так далее. Из новых фич – это Macros. Я не помню, когда он выпущен, по-моему, в конце прошлого года. Смысл Macros в том, что это то самое, что используется под капотом у Include и Sam. это возможность определить какое-то поведение императивно в коде и потом этот Macros применить к существующему темплейту. То есть вы там указываете, что вы хотите сделать, какой Macros применить, и этот Macros при выполнении CloudFormation преобразует темплейт каким-то образом, каким вы захотите. Но это не фокус презентации, мы пойдем дальше. Значит, следующее улучшение, если это можно назвать улучшением, один из шагов – это Document Object Modeling. Либо можно еще назвать DSL-ами. Существует как минимум несколько третьесторонних Sarpati продуктов. Например, Troposphere. Это DSL на Python. Довольно зрелый такой продукт. Прикольный. По факту вы там пишете код на Python, который потом превращается в CloudFormation Template. Очень легко. Использует спецификацию ресурсов от AWS, например, чтобы поддерживать новые фичи. То есть AWS выкатывает новую фичу и через парсинг этой спецификации Troposphere автоматически поддерживает все новые фичи. Она страдает от той же фигни, что и декларативное описание. То есть многословность, отсутствие абстракций встроенных. То есть вы делаете все то же, только пишите это на Python. Есть еще SparkleFormation та же самая вещь только на Ruby и GoFormation соответственно на Go. Эти продукты у них довольно сильная комьюнити, они все open source и в принципе считается, что они готовы для интерпрайза. То есть если есть желание, можно попробовать. Все эти тулы в конечном итоге генерируют CloudFormation темплейты. Отсутствие абстракции на самом деле довольно не очень, довольно проблемная штука. Например, на тропосфере запровиженить VPC это несколько сотен строк кода по факту. Что на самом деле не такая уж сложная операция, но блин. Есть один подход сейчас формируется, я не знаю выживет он или нет, это компонентизация компоненты. Что это собой представляет? Использование Document Object модели вместе с какими-то предустановленными компонентами. Ну может быть предустановлен предпекат. Пользуются теми же самыми преимуществами это императивный код на каком-то из языков и встроенные абстракции, когда вы можете скрыть лишние детали, которые вам не нужны. Мы это увидим в демо. Прикольно выглядит. Еще один из бонусов это императивных подходов в целом это использование существующих IDE-шек. можно писать автоматические тесты. Это довольно сильно меняет как вы можете дизайнить темплейты, как вы можете управлять инфраструктурой, потому что строгая типизация дает очень много опций и IntelliSense сильно помогает. одна из таких вещей с компонентами это AWS CDK. Вышел он в конце лета прошлого, сейчас он все еще находится в превью. Выглядит ну вот это кусок, скажем так. Но на самом деле это не кусок, это готовый стэк, который провиженит лямбда функцию и вызывает ее по какому-то schedule сама функция здесь не переведена, но она пакуется вместе с самим компонентом и может быть реиспользована. Конкретно здесь это вот inline код, но есть еще возможность включать ассеты. Это значит, что вы можете запаковать любой ассет, текст, картинки, что-то еще. И это будет доступно в самом темплейте, в самом компоненте, а также там, где вы планируете использовать этот компонент. то есть компоненты можно опубликовать как newget пакет, например, либо npm и реиспользовать в рамках организации. Очень мощная штука. Например, если вы хотите определить какие-то политики, которые должны применяться в рамках организации, то можно создать компоненты, которые следуют этим политикам и ограничить команды использованием этих компонентов. Что можно сделать, так как код статически его можно анализировать, смотреть, кто что использует. Поскольку AWS CDK построен целиком с нуля на базе абстракций, то несколько вещей стоит упомянуть. Само приложение CDK состоит из нескольких стеков. стек плюс-минус матчится на CloudFormation стек. Стек состоит из компонентов либо конструктов в терминологии CDK. Это ключевая абстракция. Конструкт это может быть один бакет на S3, а может быть 12 разных ресурсов. Сам CDK в конечном итоге генерирует CloudFormation темплейт и CloudFormation используется для диплоймента, что позволяет иметь как роллбэки, так и диплойменты. Алиу, я перестал чути будь подготовиться к изменениям. Дойдем до этого в демо. И по поводу удаления нашей лямбды уже нету, потому что я ее удалил. Подождем, пока она будет создана. Очередь уже была создана. роль политики таблицы event source. Да. Раз уже интернет работает. вот наш стэк создан, можно следить за ним здесь, в принципе. Поскольку CDK под капотом использует CloudFormation, то можно использовать CloudFormation напрямую для мониторинга. стэк был создан, попробуем отправить туда какое-нибудь сообщение, посмотрим. Одно там, если не ошибаюсь, должно быть JSON. динамо, таблички, табличка, есть что-нибудь внутри, или еще нет. Еще нет, это значит, что лямбда не сработала. Если она не сработала, то мы всегда можем посмотреть, почему. А это потому, что у нас JSON невалидный. Справедливо. Но это же валидный JSON. или нет. ну да. Ну да. А точно ли я там принимаю JSON record body. подога. Да. Ну да. А Ну да. Ну да. Ну да. Спасибо. Он мне упорно сообщает, что JSON невалидный. Спасибо. 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 У меня осталось посмотреть, как эта штука работает, потому что я еще не уверен, что она заработает. И у меня есть список линок, куда можно походить, посмотреть, что это такое, если интересно. Да. Насчет того, что это такое. Там есть ссылка на сборник существующих конструктов, которые можно использовать, они все опубликованы. Ссылка на документацию, что-то такое, с чем выведят, какие концепции используют. Есть прикольный воркшоп, пойти, пройти, создать что-то, Hello World какой-то простейший. Ну и это все open source. Можно пойти попробовать себя законтрибутать, не знаю, если есть желание. Сейчас-то версия 0.26, по-моему, я не уверен. Построен сам по себе фреймворк на такой штуке, как JSII. JSII – это один из проектов в AWS, который позволяет использовать JavaScript-модули из разных языков. Они сейчас поддерживают несколько, это Java, .NET, Python и Ruby. Это значит, что в принципе CDK тоже может поддерживать Python и Ruby. Просто в данный момент он этого не делает. TypeScript он поддерживает, поскольку TypeScript – это то, что используется для самого JSII как основной язык. Работает это так, что скомпилировав модуль, этот модуль потом выполняется при его запросе из вот этих остальных языков. Запускается виртуальная машина, которая, JavaScript-овая, в которой этот модуль выполняется. Оно не работает очень быстро, поскольку это маршалинг между процессами. Но для автоматизации диплоймента там не играет такой большой роли, как, скажем, играло бы при обработке веб-запросов, либо что-то еще. Можно еще вот документацию генерировать для этих модулей автоматически. Ну, вещь прикольная, но это не тема презентации. В конечном итоге, что хотелось бы сказать. CDK находится в глубокой бете. Использовать его в каком-нибудь продакшене я бы не стал. Но было бы интересно посмотреть, куда он дойдет, до какого момента и взлетит ли вообще. В целом, по декларативности и императивности имеется в виду использовать ли что-то подобное до CloudFormation, либо Terraform, либо какие-то использовать template engine поверх. Потому что, например, для CloudFormation можно Jinja использовать, Mustache. То есть, темплейты для темплейтов. Каждая тула имеет свое предназначение. То есть, может быть удобно, может быть неудобно. И да, надо посмотреть, что в итоге вышло. Мне бы хотелось, чтобы оно все-таки заработало. По-моему, мы теперь можем послать все, что угодно. Печально. Это не та. Это последняя. Роли. Да, логично. Оно не появляется здесь, потому что мы не дали доступ. А нам нужно GrandWrite. Да, нам нужна эта роль, без нее не получается. В конечном итоге весь темплейт выглядит довольно длинно, с кучей ролей. И удобно то, что все эти... Ну, самая большая удобность, которая мне понравилась, это то, что роли достаточно просто раздавать вот таким вот образом. Там где-то поддерживается. Насколько я понимаю, они тоже используют спецификацию своих ресурсов, чтобы генерировать конструкты. Но какие-то конструкты используют значение по умолчанию, что очень удобно с теми же таблицами и так далее. Макс, две с половиной минуты. Это неимоверное давление. Все виноват интернет. А нет, оно все здесь попало. Мне, значит, не хватало ролей. Ну, окей. Good. На самом деле демок было три. На третьем времени у нас точно не хватит, поэтому мы ее пропустим. И вот. Это конец. Давай на следующий раз, хорошо? Давайте вообще ее опустим, потому что на следующий раз будет интереснее что-нибудь другое. Это все с моей стороны. Если есть какие-то вопросы по тому, что там происходит. Да, кстати, я бы не хотел, чтобы меня это все потом зачарджило. Дестрой очень полезный. Все. Ребята, если вопросов больше нету, у нас осталось меньше одной минуты.